Вышел на улицу, смотрю, как бы сухой асфальт, снега еще не было, сейчас пошел мелкий-мелкий снег Только что мы проверили, как бы есть какой-то зацеп, есть Получилось у меня поехать на ней до сотни 7,1, что-то и 7,2 7,2, причем я ехал со второй передачи, то есть, ну как бы, она тоже буксует на старте вторая Я просал газ, от этого и хуже получилось То есть, сейчас, конечно же, надо ехать с первой передачи однозначно, потому что это будет правильно И сейчас вот моя задача сделать так, чтобы она не буксовала, поехала без этого букса И посмотрим, что она покажет, ну, имеется в виду, какой будет результат в минус один зимой, ну, на зимней резине, заваркой Когда нету льда, но в дороге нету снега, машина идет так же самым боком, но более управляемая И намного интереснее, как бы, покажем здесь, смотри Оф, боль бы сейчас, как бы, для вас Да, смех, это, конечно, круто Замерять по снегу машину, хотя, может быть, он еще не успел растаять, да? Может быть, да И тогда я перехожу на пятую передачу, ну, скажем, скорость небольшая, в пределах допуска На каждой комфорте ехать по оборотам Ну, опять же, минус к тому, что я менял редуктор Здесь стоит не 540-ый редуктор по заводу, а стоит с двухлитрового двигателя То есть, редуктор более слабый считается, но и он уже и короче Это эксперимент, ребята Возможно, он будет неудачный, потому что, ну, это все лишь пробок Возможно, нужно делать больше манипуляций с машиной, чтобы она ехала лучше Давай, сбросим Давай Давай, давай мне телефон подержу, наверное, да? Подержи Ну, что там, нормально, зацени 6,71 О, уже лучше, видишь Да То есть, было 7,1 у нас, 6,71 То есть, как бы, и вот разница Да А ну, дай посмотрю 14,5, 6,71 Смотрим старт Старт у нас 2,42 Я скинул, давай покажем Я скинул, начало тормозить на финише То есть, и какое-то время потерял Так что было лучшее время чуть-чуть Вот, 6,7 Ну что, надо пробовать еще? Конечно Ну, кстати, я хотел еще объяснить, что раньше у меня было 0,106 секунд Даже было 5,95 Это 2 передачи Одно переключение передачи И на первой передаче было сложнее забуксовать Там, когда ты трогаешься, она не буксует Она уже дальше не буксует Сейчас другая ситуация Я газ убираю на первой То есть, эти все моменты, если так подкидывать И плюс еще дополнительное переключение передачи То где-то она едет, как раньше То есть, пока я не вижу улучшений замени результата Так условия просто снег не видно плохо Ну, условия само собой Давай еще попробуем Ооо, это хорошо было Ну, так быстрее развернуться Не знаю, когда снег идет и замеряешь машину Это вообще необычно Якобы, когда я это делал попервой еще У меня была восьмерка Ну, первая моя машина, которую я, в принципе, и замерял То мне надо было в идеальном условии Чтобы жара стояла на улице Чтобы все, типа, полуслить, эти греть надо Ну, короче Ехала она плюс-минус так же самое, как мы сейчас поехали Ну, так, плохие замеры, конечно, были Но вот где-то так же она ехала А лучший замер в восьмерке был Ну, опять же, летом 13,7-13,8 Я это мог держать На 18-ом ряду С парой 3 и 7 Вот так вот Получалось Ну, знаешь, уже мокрый асфальт Я не думаю, что что-то больше Ну, хоть сравним с тем, что есть Давай Уже не получится Вторая очень короткая Вот ее В общем, квотер мы не замеряем, получается Не получается Нету такой возможности А вот 0-100 в флоуне Я думаю, сейчас там все хуже будет 6,8, кажется, это будет Думаешь 6,80 В общем, 6,80 В какой-то можешь померить 7,3 Ого Да Хуже, я шеварюсь Да Ну, я уже просто не могу Мокрая дорога, получается Да, нет смысла Да, и получается, что вот-вот Буквально эти 5 минут Они зарешали Сильно Ух ты, ж, ешки-матрешки Ну, да, что делать Давай не будем не шуметь Потому что, знаешь Да, 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 давай Так как бы Пошумели и хватит Потом, сейчас Тем более мокрый асфальт В общем, все равно 6,7, да 6,7, 14,5 В принципе, я Водер сделал, скажем Такой погрешностью С тормозом до финиша В принципе, по-насфальту Старту не хватает В принципе, этот редуктор Как бы Я считаю, что пока Мясо не дал результат А даже если я устраню Все эти моменты Поеду идеально Да, там Не будет там большой разницы От того, что было Но Если в теории Поднять обороты двигателя Выше То раниться будет Так, зацеп нужен сильный Ну и зацеп Что-то сделать Это очень важно Ты на месте буксуешь Поехали, ты сейчас куда хочешь А когда буксуешь Ты думал, мою машину взять Ну, да А ты же Не будешь замеряться Пока прибор работает Мне только замеряться А что у тебя Даже буксовать не будет, наверное Не, не будет Ну, так вот Загаримся Да, у меня Не, не Мою сейчас Нет смысла Ух, ты же ешь Мы хотели машину Столько улыбнуть А мне опять сошел Уже Нет смысла Да Ладно, мы Тебе это Заберем сейчас Ну, включен Что тут Это этот Как это Видео Прямой эфир В Ютубе Вот Едем, да Вторая передача 2000 оборотов Ого 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 Вот так Звук Не знаю Слышно, не слышно Давай окошко Присклим Чуть-чуть Я уже не хочу Честно говоря Чуть-чуть Ну давай Чуть-чуть Машины А то машины Другие Что-то может быть Найти момент Чтобы увидеть Конкретно Эту разницу Которая возможно И будет В лучшую сторону Но очень-очень Небольшая Потому что Если бы я тогда Устел сделать Когда я еще Замерял На ее родном редукторе Я успел бы Заменить этот редуктор Поставить И поехать Я бы тогда Увидел конкретно Когда Одни и те же условия Одна и та же температура Ну поиметься в виду 20 градусов Плюс там был Я тогда понимал Хуже или лучше Сейчас Вот Не могу понять В теории Ничего не дало Так То есть Повторюсь еще раз Это даст Я думаю даст Когда будет горячий асфальт Температура Будет четкая Посылка Которую я ждал Больше месяца Тут много таких Мелких элементов Даже такой саморезик Вот он Крепит он там Одну обшивку В салоне Это оригинал получается Вот такой же самый У меня стоит Под него подваживается Вот такая резиновая колечка Вот она тоже куплена Получается У меня есть одно Второго не было Вот я их купил Две скобы Но это я купил На всякий случай Где-то если крепить Ну кстати Такие можно купить И обычные Даже не оригинальные А видите У нас оригинальные скобки Даже на мертвом есть И Самое важное Это оська Вот она стоит 500 чем-то гривен Только вот этот элемент Это оська В педальный узел Идет на сцепление В общем Это все дело Я чуть-чуть попозже поставлю А сейчас у меня появилось Срочное дело Мне нужно ехать И покупать еще одну запчасть Ребята Это уже относится К не к BMW Это относится К ВАЗ-2107 Это мой проект Который уже тянется Как бы долгое время И я всегда искал Какую-то Ну выгодную цену На самом деле Сейчас вроде как цена Выгодная Если убрать Подетально То что будет На этом двигателе Что я буду покупать То выгодно Единственный момент Что я уже много Что купил И выходит так Что все это Выходит Не очень выгодно В общем Но нынешняя покупка Будет выгодная То есть я сейчас покупаю В сборе двигатель С генератором С маковиком С вкусным десилером Что немаловажно Там будет обменная рейка стоять В принципе На все про все 15 тысяч гривен Выезжаю я на Subaru Ехать мне где-то Километров 70 Это где-то в селе будет Вымастил я вот такой У вас себе Поддон С деревяшек Вот Буду сюда уложить Этот двигатель Ну и собственно говоря Ребята Сейчас мы Все с вами вместе И увидим Едем мы уже Погода Ну скажем Такая зимняя И как раз таки Под шипы Потому что Сейчас я где-то Тормозил Уже лед идет То есть Если буквально Когда я ехал На Бехе Там еще был сухой сваль Начал срываться снег И это дело Когда я делал С эти замеры То сейчас уже Это все дело засыпало Замерзло И просто вот Реально Я думаю Не выбрать Но нет Тут АПС Шипы Как бы Нево Немножко в этом плане Проигрывает Поэтому сейчас Едем на субарике Вот такая погодка У нас По шипам Если смотреть Где торможу Нормально Там где Там где нету Гололеда Все четко Можно нажать Типа разгонять ее Но по гололеду Я честно говоря Что это не сильно Немножко Семновато Знаете Посматривая Что сзади Происходит Кто сзади Едет Потому что Не у всех Тормоза Морок Хорошая Немножко Такая ситуация Вот так вот Вот зима Зимой Всего Кажем Это В сторону Депрай Ехать Запорожье Недалеко На самом деле Вот Движок Ребята Забрал В сборе Полностью Сейчас я вам Покажу Мы немножко Сняли Система Ухлаждения Вот она Лежит Здесь Снизу Также И детская Облектие Паук 421 Или 421 421 Паук Отмосферный Мотор Был Сейчас Мои Моих Целях Вы сами Знаете Что надо Надо Будет Ресивер Головка Но я уже Когда Приеду Гаржи По цветам Все Покажу В общем Лехан Субар Нормально Вот Так И Смотрите Лехан Субар Нормально В принципе Вот Протолкнули Очень Аккуратно Чтобы Нормально Все Не Нажно Проблем Ну Все Будем Удвигаться Проедем Вот Такое Вот На село В это Время А сейчас У нас Буквально 5 часов 6 часов Вечера Уже На улицах Никого Нет Ну Это Село Ребят Значит Едем Диман Сейчас Сел За руль Попросил Проехаться Вот Так Вот У нас Выглядит Внутри Движок В принципе Блок Я так Понял Рабочий Но Это Все Я Узнаю Когда Разберу Машина И Если Моя цель Была бы Просто Собрать Атмосферник То Можно Поставить И Не Заморачиваться Вообще Но У меня Тупо Поэтому Надо Будет Все Делать По-своему Так Вот Приехали Мы Сейчас Я Выгружу К Семерке Сюда Это Дело Вот Модвижок Стоит Напоминаю Просто Которые Я Собираю На Нем Нету Головки Получается Сейчас Я взял Головки Получается И Вкусной Ресипер Важно Вегеталь На самом деле Об этом Немножко Подробнее Подытожим Итого Я Собирал Запчасти Для Семерки Чтобы Уже Конкретно Ею Заняться Ну И Уже Прийти К Какому-то Финалу Значит У меня Сейчас Коробка Есть Вот Она Лежит Коробка Она Скорее Сего Рабочая Но Ее Нужно Будет Пересматривать Перебирать У меня На эту Коробку Есть Ряд Шестерочный Типа R1 Потом Маховик Я покупал Новый Еще раз Повторюсь Если бы Я знал Что попадется Такой двигатель То Я бы Не покупал Но Тем не менее Я буду ставить Новый Потому что Я что Брал Без чего Это правильно Пусть будет Новый Значит Головка И ресивер Пойдет С этого Двигателя Все остальное Будет Запасные Части Пригодятся Конечно же Движок Этот 1.5 Я покупал Ранее Блок Собирал Отдельно 1.6 Вот он Стоит У меня И По топливной Я также Покупал Еще бак Я того Не показывал Бак Стоит Снежектор На семерке Полностью Весь комплект С колбой Как положено Колбочку Я достану Отсюда У меня Есть мой Топливный Насос Который Высокой Позводительности Я буду ставить По идее Сейчас Мне нужно Собрать Ее И Уже Можно будет Даже делать Какие-то Первые запуски Вот Ребят В следующих Видео Я обязательно Ну Когда Начну Делать Семерку Я постараюсь Все сделать Максимально Интересно Ну Чтобы Показать Конечно Как Эта машина Наконец Таки Запустится Хотя Потому Что Чтобы Она Выехала Там Еще Нужно Поработать С тормозами С карданом С выхлопной Системой Понятно То есть Это Не так Быстро Но Тем не менее Потихонечку Движемся По ценам Я не сказал Самого По ценам Повторюсь Движок Стоит Пятнашку Гривен Вот это Все На самом Деле Я его взял В сборе Не потому Что Мне он Крайне Неуходим А потому Что Цена Подходящая Во-первых Ресивер Я его Долго Искал Вот Он уже Есть Плюс Головка Отдельно Заголовки Хотят Ну Где-то От 6 До 8 Ресивер Ресиверы Я даже Не знаю Какая Цена У них Я подозреваюсь Покупать Такой Ресивер Ну Новый Понятное Дело Не знаю Но Булучный Даже Как Минимум 3000 Гривен Захотели бы Это 100% Ну Может Кто-то Захотел бы Меньше Это Булучская Опять же Новая Такая Быстроила 1500 6 Значит Бак Топливный Бак Я купил За 3000 Гривен Итого Мы Получается 15000 3000 Гривен Бак И Маховик 6,5 Если Посчитать То Это Нормальный Сум Получается Можно Более Жил Купить В сборе По сути Поэтому Если Вы Думаете Что Бэха Это Дорого То Скажу Жига Это Тюнинг Жига Это Ничего Не дешевле Абсолютно Поэтому Сейчас Я Показал Немножко Событий За выходные Которые Были И Я надеюсь Интересный Проект Жига То есть 2107 Вас Который Буду Делать Следующих Видео Кто Не Подписан Подписывайтесь Следите Будет Я думаю Интересно Ребята Ну а на этом Всем Хочу Сказать Спасибо За Посмотр Всем Удачи И до Скорого